Десятки начинающих операторов, режиссеров, инженеров и редакторов, обеспечивающих под присмотром опытных профессионалов прямую трансляцию всероссийских соревнований по биатлону. Так работает детское телевидение Новосибирска. История их появления связана с другими спортивными состязаниями, прошедшими в нашем городе 10 лет назад. В 2013 году в Новосибирск принимал международные детские игры. Приехало более трех тысяч человек, из них две с половиной тысячи детей. И необходимо было транслировать эти игры в интернет. Нашлись спонсоры, которые щедро снабдили оборудованием, но найти такое количество персонала было невозможно. Ситуация казалась безвыходной. Однако решение все же было найдено. Хотя и достаточно необычное. У Сергея Ивановича Киприянова и Александра Васильевича Тюстина возникла идея, а что если мы поставим на все эти позиции детей, старшеклассников. Надо сказать, что выглядела тогда совершеннейшая авантюра. И противников, и, скажем так, опасающихся было очень много. В течение 17 суток проведения соревнования детское ТВ было самой крупной телекомпанией Новосибирска. Более 150 школьников работали в прямом эфире. Однако они завершились и встал вопрос, что делать дальше. Вот мы собрались все взрослые мужики, которые там поработали достаточно много и в телевидении. И вот мы порешили, что да, мы что-нибудь будем делать. Продолжим, потому что дети того хотят. Зачем делать, как делать, мы еще вообще на тот момент ничего не понимали. Сами ребята говорят, что это не только интересно, но и может пригодиться в дальнейшей жизни. Особенно, если выбранная профессия связана с различными коммуникациями, как у этих студентов колледжа связи. Всегда же интересно попробовать немного раньше свою профессию, перед практикой. За 10 лет работы детское телевидение провело десятки трансляций различных спортивных и культурных мероприятий. Многие из них становились настоящими хитами в интернете. Каких-то особых дивидендов эта работа не приносит. Тем не менее, прекращать ее сотрудники детского телевидения не намерены. Мы живем за счет нас самих. Мы не можем похвастаться помощью того департамента, в котором мы работаем и так далее. Как-то все это обходится без них. Скорее наоборот. Но у нас есть обязательства вовсе не перед ними. У нас есть обязательства перед детьми. Майя до конца видит. Спасибо, молодец. Стоп, стоп, стоп. 379 у кого?